Пятый класс, девятнадцатая серия. Признак делимости на 7, 11, 13. Это обобщенный признак делимости. Произведение этих чисел – 1001. Итак, разбиваем число на тройки, начиная с наименьшего разряда, с разряда единиц. Это будет число 456. Следующая тройка – 300. Следующая – 20. И еще один. Теперь находим сумму чисел, вот это нечетные, которые на нечетных местах. 456, да еще 20 – это будет 476. Находим вторую сумму – 300 и еще один. 301. Теперь нужно из большего вычесть меньшее. Получится 175. Число 175 делится на 7. Как определить, делится на 7 или нет? Можно, не выполняя деление, представить это число в виде суммы. Например, 140 делится на 7. И второе слагаемое – 35 – тоже делится на 7. Делится, делится. Значит, и 175 делится. Так вот, число 175 делится на 7, а на 11 и на 13 это число не делится. Значит, вот это многозначное число будет делиться на 7, а на 11 и 13 не делится. Так, остатки. При делении на 2. Какие возможны варианты? Если мы рассматриваем натуральные числа. Число либо делится на 2. Вот формула числа, делящегося на 2. n натуральная, если речь идет о натуральных. Так, и число, которое при делении на 2 дает остаток 1. Числа четные, числа нечетные. При делении на 3. Какие возможны остатки? Если число делится на 3, говорят, остатка нет, либо остаток равен 0. Может быть, остаток равен 1, либо остаток равен 2. Вот формула числа, делящегося на 3. Это число, которое при делении на 3 дает остаток 1, а это при делении на 3 дает остаток 2. Первая задача. Сколько натуральных чисел от 1 до 200, которые делятся на 3 и на 5, но не делятся на 30? Давайте сначала определим, сколько будет чисел, делящихся на 3 и на 5. То есть, если это множество чисел, делящихся на 3, а это делящихся на 5, то в области пересечения этих множеств будут находиться те, которые делятся и на 3, и на 5, то есть на 15. Как определить, сколько чисел делится на 15? Число 200 надо разделить на 15. И мы узнаем, сколько чисел делится на 15, потому что каждая 15. Итак, получится неполное частное 13. Остаток нас не интересует. Итак, 13 чисел, делящихся на 15. Это число 15, потом 30, потом 45 и так далее. Из этих 13 будет 7 нечетных, потому что ряд начинается с числа 15 и заканчивается тоже нечетным числом. И 6 будет четных, которые делятся не только на 15, но еще и на 30. Значит, ответ будет 7. Так, можно рассуждать немножко по-другому. Можно сосчитать, сколько будет чисел, делящихся на 30. 200, если мы разделим на 30, получится неполное частное 6. Это будут числа, которые делятся на 30. И если из 13 вычесть 6, то получится ответ 7. Итак, 7 чисел, которые делятся на 3 и на 5, но при этом не делятся на 30. Вторая задача. Какой цифрой оканчивается разность? Уменьшаемая представлена в виде произведения и вычитаемая в виде произведения. Нас интересует только последняя цифра. Значит, давайте рассмотрим последние цифры в первом произведении. Здесь есть и двойка, и пятерка. Значит, первое произведение оканчивается на 0. А вот второе произведение, множители, 1, 3, 5. Мы рассматриваем только последние цифры. Это числа нечетные. Значит, причем среди них есть пятерка. Значит, второе произведение оканчивается на 5. Если из числа, которое оканчивается на 0, вычесть число, оканчивающееся на 5, то разность будет оканчиваться на 5. Ответ 5 в этой задаче. Третья задача. Сколько раз надо отнять одновременно от числа 300 по 10, а от числа 200 по 5, чтобы получились равные остатки? Так, давайте вопрос задачи обозначим за х. х раз надо отнять одновременно. Так, отнимаем от 300 по 10 х раз. 10 умножить на х. А от числа 200 по 5, но тоже х раз. Теперь осталось решить это уравнение. Обратите внимание, слагаемые, содержащие множитель х, есть и слева, и справа от знака равенства. Как решить такое уравнение? Давайте сделаем так, чтобы слагаемые с х были только слева от знака равенства. Прибавим к обеим частям равенства 5 раз по х. Так, что получится? Отняли 5х и прибавили 5х. Справа у нас не останется слагаемых с х. Что будет слева? 300. Отняли 10, прибавили 5 раз по х. Это значит, минус 5х равняется 200. Так, 5х это 100, х это 100 разделить на 5. Значит, ответ задачи 20. Итак, нужно 20 раз отнять. Одновременно от числа 300 по 10, а от числа 200 по 5. И тогда получатся разные остатки. Ответ 20. Продолжение следует...